В поликлинике Республиканского клинического онкологического диспансера закончили ремонт. Главе Чувашии показали, в каких условиях проходит теперь лечение пациенты. При таком серьезном диагнозе, как онкология, главная квалифицированная доступная медпомощь и настрой. И обшарпанные стены оптимизма еще никому не добавляли. Теперь поликлиника Республиканского онкологического диспансера выглядит так. Это современное медицинское учреждение, которое соответствует всем нормативам и требованиям. То, что здесь сделали, можно назвать даже не ремонтом, а скорее модернизацией. Изменился не просто внешний вид здания. Сформирована новая система работы. Время приема продлили до 8 вечера. Внедрили электронную регистратуру и поэтапно внедряют электронную систему управления очередью. Это опять же направлено на то, чтобы пациент не ждал в очереди. Он пришел, получил талончик, пошел, получил как бы вот эту помощь. Безусловно, это не решается одним днем. Надо обязательно, чтобы менялся менталитет не только врача, но и менталитет пациента. Одно из направлений работы диспансера – это профилактика на выезде. Мобильные группы выезжают в районы Республики. В последнее время у нас онкопатруль бывает. Достаточно часто выезжают и в районы, мамологический контроль делают, скрининг. Я вот как заведующий отделением лучевой терапии вижу, что с первой стадии сейчас достаточно много поступает. Если раньше это была вторая, третья, даже иногда четвертая стадия, а сейчас первая стадия. Это, конечно, радует, потому что с первой стадии вылечить это намного легче. И хирурги уже оперируют, делают радикальную резекцию. Справляться с тревогой и страхами помогает в Центре психологической разгрузки. Он расположен здесь же, в поликлинике. Специалисты ведут пациентов на протяжении всего лечения. В лаборатории поликлиники Михаилу Игнатьеву продемонстрировали новое оборудование, которое позволяет дистанционно консультироваться по поводу результатов анализов с коллегами из других регионов. Мы не только данный объект здравоохранения отремонтировали, мы многие объекты отремонтировали, у нас еще где-то осталось. Поэтому мы программу капитального ремонта объектов здравоохранения не сворачиваем. Мы по возможности наличия финансовых средств будем организовывать эту работу. Мы почти что вложили сюда 28 миллионов рублей за буквально полтора года, но максимум два года отремонтировали. Создали условия, во-первых, для работы самих медиков, медперсонала, ну и комфортные условия. Сейчас в республике строится новый хирургический корпус онкологического диспансера. Первые операции там планируют провести в конце 2016 года. Если бы не было финансирования из республиканского бюджета, не было бы готовности объекта на уровне 70%. Привлечь дополнительные средства из федерального бюджета было бы очень сложно.